Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 июня, Православная Церковь совершает память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Святые мученики Мануил, Савел и Исмаил – родные братья, происходили из знатного персидского рода. Отец их был язычником, мать – христианка, крестила детей и воспитала их в твердой вере во Христа Спасителя. Возмужав, братья поступили на военную службу. В качестве послов персидского царя Аламундара они были посланы для заключения мирного договора с императором Юлианом-отступником. Юлиан принял их с подобающей честью и оказывал расположение. Но когда братья отказались принять участие в языческом жертвоприношении, разгневанный Юлиан, нарушив закон, заключил мирных посланников чужой страны в темницу, как преступников. На допросе он сказал им, что если они презирают почитаемых им богов, то нельзя достигнуть между странами ни согласия, ни мира. Святые братья отвечали, что они посланы своим царем с государственным поручением, а не для того, чтобы рассуждать о богах. Видя твердость веры святых братьев, император велел подвергнуть их жестоким мокам. Святых мучеников подвесили, пригвоздив руки и ноги к дереву. В головы вонзили гвозди, а под ногти руки и ног вбили острые спицы. Во время истязаний святые воины, как бы не чувствуя мучений, славили Бога и молились. Наконец, святым мученикам отсекли головы мечами. Тела их Юлиан приказал сжечь, но внезапно произошло землетрясение. Земля разверзлась и приняла в свои недра тела святых мучеников. Через два дня после усердной молитвы христиан, земля возвратила тела святых братьев, от которых исходило благоухание. Многие язычники, ставшие свидетелями происшедшего чуда, уверовали во Христа и крестились. Христиане с честью погребли мощи святых мучеников, братьев Мануила, Савела и Исмаила. Это совершилось в 362 году. С этого времени мощи святых страстотерпцев прославились чудотворениями. Узнав об убийстве своих послов и о том, что законопреступник Юлиан с многочисленными войсками идет против него, царь Аламундар собрал войско и стал на границе своих владений. В крупном сражении персы одолели греков. Юлиан отступник был убит святым великомучеником Меркурием. Через 30 лет благочестивый император Феодосий Великий построил в Константинополе храм в честь святых мучеников. А святитель Герман, патриарх Константинопольский, будучи еще иеромонахом, написал в память и похвалу святым братьям канон. В чем отличие мучеников от страстотерпцев? Согласно сложившемуся словоупотреблению, мучениками в православной церкви называют тех святых, которые безбоязненно и стойко исповедали и засвидетельствовали христианскую веру страданиями и смертью. Слово «страстотерпцы» принято применять к тем, кто явил покорность воле Божьей и полное беззлобие в отношении убийц, которые не требовали от них прямого отречения от веры во Христа. Первые наши святые Борис и Глеб в святом крещении Роман и Давид были убиты своим братом Святополком, который пошел на брата убийства, чтобы удержать за собой великокняжеский престол. Святой благоверный великий князь Игорь, принявший монашество с именем Гавриил, был убит киевлянами, опасавшимися за власть своего ставленника князя Изислава Мстиславича. Благоверный князь Тверской Михаил Ярославович был оклеветан перед ордынским ханом своим племянником, московским князем Юрием Данииловичем, женатым на сестре хана Узбека. Хотя жители Твери предлагали князю Михаилу сопротивление и защиту, он добровольно поехал в Орду. Находясь в заключении, князь благодарил Бога, что он удостоил его начать страдальческий путь. Он молился, чтобы Господь сподобил его достойно закончить подвиг. Проводил князь Михаил время в молитве и чтении псалмов. У него была возможность бежать, но он сказал, «Если я сам и спасусь, а мои люди останутся в беде, то какая же мне слава? Нет, лучше будет воля Божия». В 1318 году святой страстотерпец был убит по приказу хана. Как страстотерпец принял смерть великий князь Сергий Александрович, убитый за православно-патриотические убеждения. Он принадлежал к тем искренним и благородным личностям, для которых готовность принести себя в жертву не требовала подвига, а была естественным проявлением жизненного настроения и исполнением долга перед Церковью и Отечеством. Подвиг страстотерпчества совершили царственные мученики, царь Николай II с беззлобием и всепрощением терпел клевету, измену и злобные угрозы. Святитель Иоанн Максимович, высоко ценивший подвиг святого царя мученика, писал о нем. «С терпением и кротостью переносил он все выпавшее на его долю и до дна испил чашу своих страданий. Он явил всем пример исполнения заповедей Христовых и примет от него вместо венца царского венец правды». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномученика Аверкия, северо-востокого пресвитера, преподобного Максима Попова, исповедника, мученица Пелагии Балакиревой. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам мира, здравия телесного и спасения душевного. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует свою неоскудивающую помощь во всех добрых делах и благих начинаниях. Будьте Богом хранимы. Многое вам и благая лето! Субтитры подогнал «Симон»!